Всем привет! Снимаю сейчас со своего балкона. Вот такая у нас красота. Сегодня пойду гулять по Вене и хочу снять для вас небольшой обзор о наших замечательных достопримечательностях, о том, что у нас есть интересного, красивого. Так что смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Итак, мы с вами в Бургартене. Бургартен это парк, который у нас находится в самом центре Вены. Это исторический парк, безумно красивый. Обожаю вообще эти парки. Он находится рядом с королевским дворцом Хофбург. Туда я обязательно схожу, но не в этот раз. И вообще решила начать свое видео с обзоров парков. Ну, не всех. Буду делать это не подряд. Очередовать какими-нибудь другими достопримечательностями. И, кстати, знаете ли вы, что в Вене около тысячи парков? Тысячи! Боже, это же какой-то кошмар. Вена настолько маленький город, но здесь огромное количество парков. Просто невероятно огромное. Есть очень маленькие. Буквально 2-3 дерева, кустики, цветочки. Есть очень большие, где огромные территории. Их можно даже смело называть лес. По российским меркам это точно лес. Это совсем не парк. Ну что? Итак. Бургартен. Дворцовый парк. Если перевести это название. Кстати, вот сзади меня, если видно, я так поправлю. Вот там улица. Вот видите, эти велосипедисты поехали. Это самая-самая известная улица нашей, моей замечательной Вены. Она называется Ринг. Это улица, которая была построена на бывших крепостных стенах. Когда-то здесь, к центру города, вот так вот я покажу, наверное, когда-то центр города у нас был огражден крепостными стенами. Но это, правда, было давно. Мы с вами, наверное, вряд ли, мы с вами это вряд ли застали, конечно. Но наши далекие предки это застали. Но когда отпала необходимость в крепостных стенах, их, естественно, снесли. И на их месте построили один из самых красивейших бульваров Европы. Ринг-штрассы. Вон трамвайчик идет. Я обязательно туда прогуляюсь, пешком покажу вам весь ринг, потому что он безумно красивый. Там огромное количество очень красивых зданий, парков и много-много чего интересного. Ну вот, мы с вами находимся в парке Фуртгартен. Вот сзади меня самый известный памятник, посвященный замечательному композитору, который родился в Зальцбурге, а жил в Вене Моцарту. Вот сейчас я поправлю немножко камеру. Наверное, вот так лучше будет. Вот. Мы сейчас к нему с вами подойдем. Это самое известное место встречи. Если вы хотите встретиться с кем-то, всегда в центре города можно назначить вашу встречу у памятника Моцарту. И никто никогда не заблудится и не потеряется. Ну, давайте с вами пройдемся, посмотрим. Вот так это красиво. Вот здесь всегда такой скрипичный ключ. Если видно, я повыше подниму. Его все время засаживают разными цветами, не только красными. Бывают и другие. Бывают и зеленые, и голубенькие. Ну, сейчас мы с вами прогуляемся по парку и посмотрим его достопримечательности. Пойдемте вот в ту сторону. Все парки Вены очень ухоженные, очень чистые. И специальная служба, которая их убирает, небольшая реклама. Везде есть места для того, чтобы посидеть, отдохнуть. Ну, венцы любят очень. Я сейчас покажу. Сидеть и отдыхать на траве. Вон, видите, молодая пара сидит. На самом деле, когда лето, то здесь буквально нету клочка свободного места, где люди не сидят и не отдыхают. Кто с едой, кто просто с детьми, кто просто спит, отдыхает. И это не бомжи. Вот. Вот такой вот классный, замечательный парк. Кстати, хочу сказать, буду снимать такие небольшие обзоры по всей Вене. Буду их делать, постараюсь, конечно, часто, но в хорошую погоду, потому что когда дождик, много не поснимаешь. Не буду их делать очень длинными и не буду рассказывать пока много историй, но если вам будет интересно, вы пишите в комментариях. Ставьте, кстати, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что интересно ли вам какая-то история. Я смогу вам рассказать. Немного, но смогу. Немного не потому, что я не знаю, а потому что экскурсии, для того, чтобы проводить экскурсии по Вене, даже, наверное, онлайн, нужна лицезия, которой у меня, к сожалению, нет. Итак, вот мы с вами идем, 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 идем. Вот такая красота сзади у нас. Люди гуляют, все зеленое, все такое классное. Хоть у нас и осень, но еще все листики зеленые. Цветочки растут. Красота. И вот первый памятник, который мы с вами сейчас пройдем, я покажу. Это памятник Францу Йозефу Первому, одному из наших королей из семейства Габсбургов. Ой, как так надо пройти, чтобы его было видно? Вот, Антон. Смотрите, какой замечательный памятник. Французик Первый. Вот, вообще нравится вот это вот, так красиво сделана такая альпийская горка. Класс. Солнце светит, смотрите, какая красота. Так, сейчас мы с вами подойдем к пруду. В парке есть пруд, небольшой, но в нем живут утки, лебеди. Правда, боюсь, что сейчас они вряд ли там, конечно, есть. Но все равно посмотреть стоит. А главное, в этот пруд когда-то был перенесен замечательный фонтан, посвященный тритону, по-моему, разрывающему пасть львов. Смотрите, вот тут он пруд. Мы с вами его проходим. А самсон, извините, не притон, а самсон, разрывающий пасть львов. Конечно, это не Петербургский самсон, где струя бьет очень высоко, но тоже очень красиво. О, кстати, сейчас я вам уток покажу. Они как раз тут послеобеденный у них сон. Вот, кстати, вы видите дальше такой павильон стеклянный. Сейчас мы к нему ближе подойдем, я о нем расскажу. Сейчас переключу камеру. Смотрите, вон, отдыхают маленькие уточки, красивенькие. Вот такие вот классные утки у нас. Люди их очень любят кормить. Правда, они такие привередливые, оказывается. Они не все едят. Чипсы, какую-то гадость они точно не будут есть. Им нужен обязательно белый хлеб, желательно с мякошком. Так что наши утки, будь здоров, привередливые. И так, вот так вот сделаю, чтобы было видно. Вот такой вот замечательный парк. Давайте вот сюда отойдем. Тоже есть дорожка. Постоим около пруда. Я вам еще раз покажу Самсона, который разрывает пастилу, но с другой стороны. Вот он там. Вот такой замечательный пруд. Видите, он небольшой, но вполне себе чистенький. Грязи не плавает. Очень все красиво. И даже, вон, видите, есть для уток сделали специальные такие помостки и лесенку, чтобы они смогли спокойно сюда спускаться и плавать. Они же не будут прыгать. Правда? Вот. Идем мы дальше, дальше, дальше. Гуляем дальше. Смотрите, какие у нас классные деревья, зеленые, небо, синее. О, кстати, замечательный такой фонарь. У нас очень много в старых парках таких фонарей. Потрясающе. Красиво обожаю такую старину. Давайте с вами сейчас вот здесь встанем. Я повернусь, покажу на заднем фоне. У меня сейчас, вон, видите, такой дворец. Не очень его, конечно, видно, потому что он огромный. На самом деле, это городская библиотека. Ее с другой стороны она. Она находится в комплексе нашего королевского дворца Хофбург. Там большая территория, очень красиво, интересно. Я обязательно туда схожу, проведу там обзор, покажу вам различные достопримечательности нашего Хофбурга. Ну, думаю, не сегодня. Сегодня там многонародная экскурсия. Вот. А вот сзади... Вот, точнее, сейчас сзади меня находится вот этот вот замечательный павильон. Это называется Palm House. То есть дом пальм. И в одной части, как раз вот в этой части, находится ресторан с очень гуманными ценами. Ну, такое кафе, я просто сказала. Не совсем странно, больше кафе, наверное. Ну, там вкусно, вкусный кофе, вкусная еда, в принципе. Кому интересно, особенно когда лето, когда там открыты террасы, там можно посидеть и обозревать замечательный парк. Вот. А с другой стороны, вот в этом крыле, мы сейчас к нему поближе подойдем, там находится безумно интересный музей. Как вы думаете, какой? Это дом бабочек. Кто бы подумал, правда? На самом деле, безумно интересное место. Мы недавно там были с дочкой. Она, конечно, в восторге, потому что ты ходишь там, и вокруг тебя летают бабочки. Вот прям в реальном времени, настоящие. Им созданы все условия для их замечательной жизни. Там посажены все эти растения, деревья, пальмы, кофе, деревья кофе, цветы, на которых они живут. Конечно, там безумно жарко, потому что это тропики. Но невероятно красиво. Бабочки всех цветов, всех видов, и радужные, и каких только там нет. Они огромные, маленькие. И можно посмотреть даже, как бабочка вылупляется из кокона. Ну, если ты подождешь, конечно, немножко. То есть они поставили в самом музее, ну, не музее, в доме, в доме бабочек. Они поставили такие стеклянные аквариумы, где ты можешь подойти, постояв, ну, час, наверное, где-то. Ты можешь увидеть, например, если вдруг там бабочка вылупляется, можно увидеть, как она или в коконе висит, или как она уже вылупляется из кокон. Это, конечно, очень интересно, но на это нужно много времени. Вот. Я поворачиваюсь, и вот он, замечательно. Видите, какая бабочка нарисована? Это дом бабочек. Шметалингхаус. Так что те, кто будет в Вене, добро пожаловать. Это безумно интересно для детей в особенности. Дети в восторге, потому что, когда ты заходишь в этот дом, то иногда бывает, что бабочка может сесть тебе на плечо, пролететь вокруг тебя так, покружиться вокруг тебя. Конечно, трогать их не стоит, вот, но посмотреть на это, это, конечно, очень интересно. Кстати, вход, по-моему, не очень дорогой, что-то 7 евро он стоит. Так что добро пожаловать. Класс. Ну вот, мы с вами прошли вокруг парка. Хочу сейчас отключиться, дойти до еще одного интересного памятника и показать вам его. Мало кто знает, что он тут есть. На самом деле, конечно, когда экскурсии едут, обычно экскурсии, которые проводятся по Вене, они на автобусе проводятся. Пешеходных. Пешеходные делают, но только в самом-самом центре, потому что, конечно, чтобы пойти в весь ринг, надо запастись терпением, лишними ногами, лишней обувью, потому что, конечно, он большой довольно-таки. Вот, еще вам покажу наш парк. Смотрите, какая красота. Да, вот тут какие замечательные пандеморские сидят. Вот. Вот такой у нас ход. Вот, кстати, дальше прямо туда, если видите, за воротами там улица, если туда пойти, как раз придете на самую изменившую в Вене торговую улицу, которую, по-моему, знают все. Спроси любого туриста, который был хоть один раз в Вене или даже здесь не был, спроси, куда пойти и что-то купить. Тут же Мария Хильфастрасс. Все знают об этой улице. Она действительно торговая улица, там много магазинов, хотя сегодня, по-моему, гораздо удобнее ходить в торговые центры, где все в одном месте накоплено, все разные магазины, можно их обойти, закупиться, а на Марии Хильфы прийти и просто отдохнуть, погулять. Смотрите, какой вековой дурак стоит. Полноте лица, да? Я, конечно, не ботаник, но очень красиво. Вот такой вот. Классный. Я пока отключусь, но скоро вернусь. Так, привет еще раз. Я вышла из парка. Решила вам показать немножко нашего красивого бульвара Рингштрасса. Вот я сейчас по нему иду. Вот он такой. Сейчас я вам покажу его с этой стороны, потом, когда я иду обратно, покажу вам немножко его с другой стороны. Так мы с вами движемся очень интересным. Очень интересным памятникам. И интересным не потому, что он какой-то особенный или что-то на нем там особенно изображено. Нет. Просто все мы знаем замечательного австрийского философа, поэта Гёте. Я думаю, что многие читали хоть какое-то его произведение. Поэтому я хочу к нему сейчас подойти и показать вам его памятник. Вот он, Рингштрасс. Кстати, на Рингштрассе огромное количество интересных зданий. Наверное, самое известное это наша опера. Каждый, кто приезжает в Вену, безумно хочет попасть в оперу. Там можно купить действительно очень экономичные билеты. К сожалению, на приставных стульях или стоя. Но те, кто не может позволить себе купить очень дорогие билеты, это прекрасная возможность посмотреть оперу. Ее внутреннее убранство, внешнее, какие-то спектакли, оперы. это тоже очень интересно. Огромное количество гостиниц, самых дорогих гостиниц расположены как раз по Рингштрассе. Все пятизвездочные, четырехзвездочные лакшери гостиницы. Кстати, есть трамвай, такой специальный трамвай придумали, Ринг, Рингтрам, называется, который ездит по Рингу. Там рассказывают историю Ринга, экскурсию небольшую, к сожалению, правда, нет на русском языке, есть только на английском, на немецком, и, по-моему, на каком-то итальянский или испанский, что-то такое. Ну вот, но, в принципе, так, чтобы посмотреть, это тоже довольно-таки интересно. Так, вот мы подходим, подходим к памятнику Гёте. Сейчас я к нему подойду, все покажу. Вот так вот. Вот наши работники мусорной промышленности убирают город. Ладцы? Город чистый. Вот он, Гёте. Видите, так вальяжно сидит. Такое замечательное, конечно. Написал замечательное произведение. Так что вот. Если приедете в Вену, подходите. По-моему, а, да, у него нужно потереть ботинок. Ну, это как обычно, как любой памятник. Нужно где-нибудь потереть, и тогда будет тебе счастье. Ну, я потру в следующий раз. Пока. Я не очень в это верю. Я уже терла много раз. Счастье и так есть, конечно. Меньше или больше его не стало. Вот. Теперь мы идем в обратную сторону. Паринку. Кстати, сзади, как раз, сзади меня, если подальше пройти, будет опера, о которой я говорила. Ну, я уже сказала до этого, что я обязательно туда. Пройдусь по рингу, покажу вам все здания красивые, все, что есть на ринге. Не думаю, что было бы интересно, если бы я в трамвае проехалась, потому что это довольно быстро, и я не смогу много говорить в трамвае. Маски, тем более. Вот, видите, у меня маска. Мы все ходим с масками. Вот. Ну, на сегодня наша экскурсия закончена, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет очень много интересного. Я буду рассказывать не только про Вену. Вообще, я люблю очень творчество, поэтому на моем канале будет очень много интересного творчества, поделок, хендмейд, как хотите назовите. Буду рассказывать какие-то интересные креативные идеи, в том числе и для детей, для праздников, для чего-то еще. Так что подписывайтесь, жду вас, ставьте лайки, до новых встреч. Кстати, пишите в комментариях, если кто-то был, например, в Вене, или кто-то очень хочет поехать, много читал чего-то, что бы вы хотели посмотреть. Потому что достопримечательность огромное количество, все их обойти за один раз, ну, это нереально, конечно, поэтому, может быть, у кого-то есть пожелание, вот, прям вот читал, хочу посмотреть, вот только это. Сходите туда, я с удовольствием схожу, покажу, расскажу. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,